привет друзья во первых хочется сказать большое спасибо за то как тепло вы встретили наш тест gtx 1650 за ваши комментарии за ваши лайки за то количество переходов по ссылке нашего партнера в описании которые сделали потому что действительно здорово поддерживать наш канал но хотелось бы сегодня поговорить все-таки о другом кто-то из вас справедливо заметил в комментариях что было бы интереснее было бы правильнее сравнить эту видеокарту 1650 все-таки не с теми видеокартами которые мы взяли изначально для теста 1060 rx 580 as rx 570 из 1050 но у нас до начала тестирования как и у всех обозревателей не было драйвера то есть он виде в этот раз не стали давать драйвер до того момента как видеокарта вышла в продажу никому и соответственно все смогли начать делать тесты только после того как карта уже поступил на полки магазинов и фактически после момента как люди начали ее покупать и конечно можно относиться к этой ситуации по-разному но я предполагал что 1650 надо сравнивать с видеокартами которые стоят столько сколько 1650 то есть rx 580 она стоит либо на 500 рублей дороже если эта версия на 8 гигабайт самый дешевый вариант по москве либо на 500 рублей дешевле ну естественно это новая видеокарта на был рынке дешевле а оказалось что эти карточки значительно мощнее чем 1650 и мир не без добрых людей я попросил у подписчиков поделиться с вами видеокартами нам удалось добыть rx 570 на 4 гигабайта gtx 1050 и и и и и и еще подписчика я одолжил gtx 970 чтобы сделать это тестирование еще более интересным и сегодня мы сделаем такое небольшое дополнение для теста 1650 добавим эти видеокарты и да я бы хотел еще одну вещь уточнить уже после того как мы опубликовали видео стало известно что у 1650 есть еще одно отличие от старших карточек тюринг которые вышли в тюринге появился новый кодировщик для nvn то есть для тех случаев когда вы стримите или когда вы записываете игру и здесь 1650 nvidia использует кодировщик от вольта но фактически это чуть-чуть доработанный кодировщик от паскаля и нового кодировщика тюринга для nvn здесь нет ну ладно приступим к тестам начнем с 3d mark для тех кто не смотрел прошлое видео сейчас на экране появилась подсказка со ссылкой на сравнение gtx 1060 1660 1650 и rx 580 конфигурация компьютера та же с 3d марком все набор игр не менялся ассасин скрид одиссея хоть ультра настройки и не являются оптимальными для младших игровых видеокарт я все же оставил тот же пресет с ультра настройками здесь и далее который мы использовали в прошлый раз игры те же это сделано в целях сохранения возможности сравнения результатов тестов из этого видео с результатами теста прошлого ведь по сути это видео лишь небольшое дополнение для него между andy rx 570 gtx 970 и 1650 разрыв небольшой и казалось бы 1050 ти отстала всего на 5 7 кадров но поверьте разница между двадцатью шестью кадрами в секунду и тридцатью тремя заметно и ощутимо так что отставание на мой взгляд значительное за division 2 у 1050 ти снова не получается выдать даже консольные 30 кадров в секунду с ультра настройками а вот к 970 geforce с ценой барахолки около 5000 рублей получается и получается даже 35 кадров в секунду а ведь этой видеокарте в сентябре будет 5 лет 1650 выступила еще бодрее более 40 кадров в секунду а родион так и вовсе смог выдать более 50 кадров в секунду в среднем что уже куда ближе к заветным 60 кадрам чуть скидываем настройки и вперед за лутом в третьей игре на сегодня а это ларка опять ничего удивительного лидера теста rx 570 и gtx 970 чуть отставить 1650 а 1050 ти опять плетется где-то в конце и хочу обратить ваше внимание что все карточки сегодняшнем тесте версиях на 4 гигабайта не удивительно что и far cry 5 gtx 1050 ти сливается и сегодняшний тест показывает что она не конкурент даже 1650 однако цена у 1050 ти довольно высокая всего на 500 рублей ниже чем у 570 родиона если сравнивать самые дешевые варианты по москве поэтому покупать сейчас такую же новую видеокарту в магазине я смысла не вижу никакого 67 тысяч рублей вот хорошая цена для 1050 ти что касается 1650 то эта карта по своему уровню производительности оказалось между 1050 ти и 1060 как far cry 5 так и в предыдущих играх и данная видеокарта гораздо лучше справляется с играми full hd чем 1050 ти но не сопоставимо хуже своего ценового конкурента rx 580 напомню что 1650 это самая дорогая видеокарта в сегодняшнем тесте ну а первое и второе место по среднему фреймрейту уверенно занимают 570 radeon и 970 geforce и кстати обратить внимание что far cry 5 это единственная игра в сегодняшнем тесте где на радионе фреймрейт в редких случаях один процента проседает больше чем на 1650 и 970 geforce ну что друзья какой там rx 580 rx 570 на 4 гигабайта смог обойти по производительности новинку от nvidia geforce gtx 1650 я не знаю что конкретно оказало влияние на цены либо это наши обзоры либо народ просто не готов покупать эти видеокарты за 12000 рублей то есть низкий покупательский спрос но уже сейчас магазинах москвы я вижу что начали появляться 1650 по стоимости 11 тысяч 300 11 тысяч 300 рублей это уже ближе к справедливой стоимости я надеюсь что цена и дальше продолжит снижаться ну а на сегодня все пока